Здравствуйте, друзья! Намасте! С вами Александр Арабаджи, основатель студии «Филэфит» и сертифицированный преподаватель йоги. Сегодняшний урок будет посвящен основам йоги. Я бы хотел рассказать, как данная практика может помочь каждому из вас изменить свою жизнь к лучшему, избавиться от определенных заболеваний и в целом быть более счастливыми и радостными. Прежде всего скажу, что данная практика насчитывает уже много-много тысяч лет. В разных древних писаниях есть упоминания и то, что йоги две тысячи, и то, что пять тысяч, и даже больше. Просто важно понимать, что это система, которой владели древние люди, и она сохранилась и пришла и в наше время. Йога каждому из нас может помочь лучше себя чувствовать и быть здоровее. Существует несколько направлений, несколько уровней в йоге. Из древних писаний говорится о том, что первые два уровня в йоге о том, как нужно правильно жить. Привычки в питании, привычки в мышлении, определенные заповеди, как мы многие знаем из традиционной религии. Следующий этап йоги – это уже практики, практики работы с телом, с энергией, с умом и с духовной составляющей. Давайте начнем нашу практику с разминки, с суставной гимнастики. И я рекомендую вам делать эту практику по утрам и, конечно же, перед любой тренировкой, которую вы собираетесь выполнить. Если у вас есть утром 10-15 минут, то обязательно включайте в свою утреннюю практику суставную гимнастику. Для суставной разминки необходимо поставить стопы на ширину плеч параллельно по внешним краям, руки опустить вниз. Разминку начинаем с головы, точнее с шеи. Поднимаем и опускаем голову, вдох вверх, выдох вниз. Делаем 10 раз. Исходное положение – повороты вправо-влево, также 10 раз. Выдох, вдох, выдох, вдох. Исходное положение – наклоны головы. Правое ухо к плечу, выдох, вдох. Левое ухо к плечу, выдох, вдох. Приступаем к проработке плечевых суставов, лопаток. Вращаем плечами. 10 раз вперед вращение. 10 раз назад. Следующее упражнение – вращение предплечий. Расставляем руки в стороны, поднимаем предплечье, опускаем груди, опускаем вниз, выпрямляем. То есть круговые движения кистями и движения в локтевых суставах. Дыхание здесь произвольное. В другую сторону. Прямые руки, вращение кистями. Десять раз вовнутрь. Десять наружу. Опустите руки. Расслабьте руки. Переходим к проработке позвоночника. Делаем наклоны. Правую руку поднимаем. С выдохом отклоняемся влево. Вдох. Смена рук. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки должны быть прямые. Чувствуем растяжение бока. Хорошо. Вдох. 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 Хорошо. Следующее упражнение на разгибание позвоночника. Или по-другому на прогиб. Чтобы вам было более понятно, я повернусь боком. Вдох. 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 и приподнимаемся следующее упражнение сгибания позвоночника или наклон я также буду стоять боком скользим руками вниз по ногам ноги немного сгибаем в коленях беремся за руки за плечи голову вниз в наклоне побудьте секунд 10-15 с круглой спинкой поднимитесь вверх и снова наклонитесь с круглой спинкой 10 раз выдох вниз вдох вверх завершили это упражнение следующее упражнение это вращение это повороты позвоночника вправо влево движение начинается от таза верхняя часть тела максимально расслаблена это туловище это руки ноги присогнуты итак начинаем от таза поворачиваем таз влево вправо руки сами по себе начинают размахиваться вращаться в разные стороны вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох начинаем вращать постепенно увеличивая амплитуду прямые ноги в другую сторону 10 раз останавливаемся правым бедром вращения вверх колена в сторону вниз руки можно опустить и в другую сторону также 10 раз поставьте правую ногу повторите вращение левым бедром другую сторону другую сторону другую сторону и завершаем разминочный комплекс вращением стопой правой стопой вращения вверх вовнутрь 10 раз в другую сторону опускаем левой стопой левой стопой в другую сторону в другую сторону в другую сторону опускаем ну что, слушай, разминка, разогрев окончен и теперь можно переходить к основному комплексу упражнений, комплексу асан если по времени у вас есть ограничения и есть только 10-15 минут вы можете в качестве зарядки выполнить этот комплекс и выполнить дыхательную практику после того, как вы выполнили суставную гимнастику и размяли свои косточки разогрели суставы мы переходим к работе со своим дыханием и выполним простейшую дыхательную практику которая называется полное йоговское дыхание одну руку положите на живот вторую руку положите на грудь закройте глаза понаблюдайте за своим дыханием большинство людей дышат грудью поверхностно мы будем учиться дышать полным объемом легких со вдохом надувается живот надувается грудь с выдохом сдувается грудь сдувается живот вдох живот грудь выдох грудь живот наблюдайте за движением рук это вам будет помогать концентрируйтесь на дыхании может не с первого раза получится не отчаивайтесь мысленно так же представляете как живот грудь расширяются и надуваются и сдуваются во время выдоха дышите медленно протяжно несколько минут несколько минут такого дыхания настроят вас на дальнейшую практику кроме того это дыхание успокаивает мысли успокаивает нервную систему хорошо подышали подышали после этой практики если вы занимаетесь утром или днем мы выполним практику быстрого шумного дыхания животом эта практика будет бодрить поэтому позднее вечернее время делать не стоит две руки на животе со вдохом живот надувается с выдохом резко подтягивается с резким звуком выдоха начните не очень быстро но постепенно ускоряйтесь повторения повторения стоит повторения два повторения какое количество делать чем больше тем лучше лично я выполняю три раза по сто повторений если у вас получается только десять без отдыха делайте 10 можете 30 значит делайте 30 и постепенно изо дня в день увеличиваете количество повторений и следующая дыхательная практика это попеременное дыхание тоже выполняется либо в начале занятия либо в конце занятия два пальца правой руки в точку межбровья закройте левую ноздрю безымянным пальцем вдохните правой закройте правую ноздрю большим пальцем выдохните левой вдохните левой закройте левую выдохните правой это один дыхательный цикл следующий мы начинаем с правой ноздри вдох левая выдох левая вдох правая выдох и все сначала когда вы будете практиковать самостоятельно поставьте видео на паузу и выполните эту практику пять-десять минут и только после этого переходите к следующим упражнениям следующим асанам сейчас изучим с вами практику внутреннего успокоения внутренней гармонизации это простая медитация которая основана на том что мы концентрируем свое внимание на дыхании выполняется она в любой удобной позе не обязательно сидеть со скрещенными ногами на полу в это также можете делать на стуле кроме того вы можете подкладывать под ягодицы например плед или одеяло сложите его несколько раз это позволит вам держать спину ровнее вам будет комфортнее соответственно ничего не будет отвлекать от концентрации внимания и так удобная поза глаза закрыты начинаем с того что концентрируемся на теле на ощущение в теле и делаем практику сканирование тела мысленным взором начните от макушке просмотрите голову лоб брови глаза мышцы лица нижнюю челюсть шею руки если встречаются напряженные места расслабляйте их просмотрите спину просмотрите переднюю поверхность тела просмотрите ноги и самостоятельно несколько раз просканируйте от макушки до пальцев ног ощутите свое дыхание почувствуйте как воздух проникает в тело сквозь ноздри и выходит наружу почувствуйте прохладу на вдохе тепло в носу на выдохе вы можете осознать что при дыхании есть полные реальные ощущения на которых можно концентрироваться ума есть свойства во время концентрации на объекте посторонние мысли отсутствуют но это не значит что мысли не могут отвлечь внимание от концентрации скорее всего так и будет и каждый раз когда внимание отвлекается на мысли вы возвращаете внимание на дыхание это может быть 10 раз во время занятия 50 раз неважно сколько угодно раз и чем больше ум отвлекает вас тем больше вам нужно возвращать постепенно внимание будет усиливаться концентрация тренироваться и у вас будет лучше получаться пять-десять минут минимум уделяйте данной практике я рекомендую делать в любое время но желательно чтобы было тихое спокойное место чтобы вас никто не отвлекал и благодаря этой практике вы сможете успокоить ум отдохнуть улучшить свое настроение улучшить свое самочувствие техника очень простая но вам не нужно думать что раз она простая то это не работает и в принципе вся йога она достаточно простая и я постараюсь вам показать и доказать то что есть множество простых йога асан упражнений которые может выполнять любой человек в любом возрасте и получать для себя большую пользу сегодняшний урок у нас с вами окончен будьте здоровы намасте с вами был александр арабаджи